В результате обстрелов снова обесточена Авдеевка. Об этом сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям. Повреждена линия электропередач. Так называемая Авдеевская промзона ежедневно находится под вражескими обстрелами. Боевики задействуют весь имеющийся арсенал от тяжелой артиллерии до снайперских винтовок. Ирина Баглай продолжит. Только в Авдеевку подали электричество, как уже вечером боевики открыли массированный артиллерийский огонь. 120-ми минометами крылья 82-й. Падало довольно плотно. Этот рубеж украинские пехотинцы взяли во время февральской провальной попытки наемников штурмовать промзону. Намагаются диверсийными группами захопить эту позицию, которую мы у них забрали. Также работает по этой позиции танк, артиллерия, минометы, 152-мм гаубицы. А у вас у нас есть нормальный бой? Это боевые. Куда мы делимся? Донецк, 3,5 километра, близ нас. Молодой командир, один из тех, кто оттеснил врага. Теперь дорога сюда каждый раз для солдат как спецоперация. Но действует слаженно, под прикрытием своих товарищей с обеих флангов. Ведь позиция дает возможность контролировать боевиков практически с тыла. Если взять по тактичному уровню, позиция находится так, что вся промзона находится у нас за спиной. То есть мы можем открывать огонь противнику в тылу. Устоявшим под арт-обстрелом боевиков, днем главное не попасться на уловку вражеского снайпера. Профессиональные стрелки выманивают наших солдат на живца из числа боевиков. Наших уже окрестили щелкунчиками. Одинокий хлопец, которым наказан автомат простый, он ходит, провокирует по окопам, по их, по укриттям. И делает одиночные пострелы. И промежуток между ними 2-3 секунды делает еще один. Грая на психику. Активность врага под Авдеевкой украинские солдаты называют весенним обострением. А наемники ежедневно ровняют промзону, разбирая ее на щепки. Они на пару часов на перезарядку выбираются танчики. А потом пехота начинает, час-два, они снова езжают. По работе их арты, что у них кадровые бывшие русские, ну не может так вот эти вот донецкие алкоголики, наркоманы, они так не могут валить. Там профессиональные командиры. И действительно красноречивее любых слов сама промзона. Бывшие предприятия теперь как адский музей российской военной агрессии на Донбассе. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, Занинской области. Подробности телеканал Интер.